добрый день дорогие друзья сегодня 15 ноября вы на канале хоть бы счастливы выращивать цветы на данный момент пенза пенинская область у меня вот такие вот есть три черенка крупнолистной гортензии ноябрь месяц не самое подходящее время для черенкования но мне жутко скучно и я решила по черенковать тем более получила их вот такие вот длинные не совсем красивые посмотрите идет в один ствол мы сейчас попробуем разобраться почему они идут в один ствол и как сделать так чтобы гортензия выглядела по-другому же есть вот такой горшочек с крупнолистной гортензии это черенкование одного года но посмотрите как они по-разному выглядят это у нас выгодно на одну почку вернее без почки внутренней это тоже самое просто проснулись боковые вот такие вот побеги и тут то же самое это у нас черенковалась на две почки посмотрите какая красивая будущем будет гортензия именно кустик вот у нас он будет расти эти четыре ствола они во-первых заложили цветочной почки здесь цветочной почки здесь цветочных почек у нас нет я уже проверила эти будут свести то есть будет четыре красивых цветка потом когда она поднимется расти вот тут у спящей почки тоже проснуться и будет пушистая красивая уже гортензия очень важно как и черенковка так и формировка гортензий черенкование на 2 и более узла будущем вам даст сразу красивый посадочный материал хоть для себя хоть на продажу черенкование на один узел вернее даже без узла даст вам вот такой вот материал ну по мне он не очень красивая но всегда можно сформировать но этим самым мы с вами еще теряем год смотрите было бы сейчас вам весна я бы отрезала вот так вот и пустились бы вот эти вот почечки проснулись пустились бы расти но сейчас осень ноябрь принципе черенковать нежелательно поэтому я отрежу только макушечку потом этот лист слезет упадет она у нас отдохнет и отсюда пойдут побеги этом именно для того чтобы вам взять больше черенка если вам не нужен черенок вот так вот отрежете весной и будет красиво сформированный кустик того чтоб мне весной взять побольше посадочного материала я сейчас отрежу на один узел и смотрите что еще хочу показать вот эта гортенция сто процентов знаю также росла на улице но у нее была сетка затеняйка затеняющая сетка ей не хватило света и у нас вот такие длинные вот междоузли здесь тоже была под затеняйкой но меньше процентов затеняйки было и междоузли не хочу переписывать я можно продолжим короткие междоузли короткие давайте отрежем я вот это ставлю на весну на весну на весну отрежу вот тут закрылись у меня что такое что сегодня такое вот так вот отрежем будут вопрос а почему вы не отрезали вот тут примеру вот это не оставили потому что здесь нет почек это совершенно нам не надо я укорочу что-то у меня секатор таким образом укорочу это я уберу вот он наш узелок который мы сейчас с вами загубим сейчас я все сделаю приду вот посмотрите какой красивый у нас получился с вами черенок вот это я убирать не буду многие убирают я убирать не буду потом сейчас расскажу для чего цветочной почки здесь нет так следующий здесь же смотрите можно отрезать вот так вот вот эти три побега на них пойдет вся сила они окрепнут будут хорошие и будет нас красивый пуст с тремя побегами это можно все по черенковать но здесь также есть почечки с которым весной который проснуться я возьму еще больше черенка поэтому я сейчас отрежу давайте так один узел вот так я отрежу а это вот этот именно стволик я пущу на черенкование весной а вот это мы оставим на красивый пустик шипа назвал смотрите у нас какой здесь я здесь убрала уже листочки это вот один узелочек вот второй узелочек это получается мы с вами два узла делаем а здесь у нас вот такое мы тоже сейчас с вами разберем я покажу как я сделаю череночки вот из этого видите здесь видать нам окошечке был прищипнут и он пустил побеги хотя этого и можно было бы не делаться лучше бы он был срезан раньше и шел бы ровно получается его прищипнули отсюда пустились спящие почки расти это вообще ни к чему загустили кустик получается так смотрите что будем делать с этим черенком убираем вот эти листья и у нас здесь с вами получается аж 3 черенка я его возьму на будущее тоже черенком там как пойдет расти давайте потом сделаем это у нас получается с вами опять же черенок с двумя узлами вот такой хорошенький укоротим вот один ну что что он маленький хорошенький вырастет не вкушать и вырастет эти листочки уберем а вот этот вот вот как есть я его так и поставлю здесь у нас тоже вот узелочек и сверху идет у нас узелочек я его поставлю потом как он нарастет хотел мне не нравится но пусть будет на растет версия также может быть почеренковать или сформировать также и вот это вот смотрите тоже я ее отрежу здесь у нас есть три на следующий год пойдет красиво а вот этот я макушечку сниму вот узелочек один оставляем или даже посмотрите получится два между возле здесь получились короткий видать уже больше света ближе к осени может сняли сеточку вот один вот второй и вот этот вот третий который мы будем заглублять я порежу над ним под ним вернее вот так секатор хороший острый но мне мешает вот это вот получается я работаю видите он перестал отрезать надо это удалить чтоб не не мешало с вами черенок это видите опять мешает я сейчас отрежу вот эти листья сейчас отрежу и покажу вот я отрезала эти листья вот эти можно оставить прям вполне но у меня контейнерок маленький покупатель еще я не хочу поэтому я их тоже сейчас отрежу чтобы мне поместились в контейнер вот такие вот череночки у меня получились то можно во все оставить до весны ну до февраля но я хочу сегодня сколько в итоге нас получилось раз два три 4 5 6 и до этого я тоже снимала видео выложила в телеграм-канал кто не подписан на мой телеграм-канал ссылочку оставлю в описании переходите сейчас кстати покажу как я обрезала гортензия вот это тоже гортензия тоже была такая длинная и я отрезала прям под пенёк показываю это в телеграм-канале подписывайтесь оставил вот эти вот две почки вы здесь еще 3 просыпается который пойдет расти на следующий год будет уже красивенький кустик давать я буду в торфа таблетках все плюсы и минусы торфа таблетках у меня тоже есть описание в телеграм-канале смотрите тоже был вопрос как их ставить вот тут у нас закрыто значит это донышко тут у нас открыто значит это вверх торфа таблетки я размачиваю в кипятке кипятке никогда не ее на саму торфа таблетку лью рядышком таблетка возьмет столько влаги сколько ей нужно видите как они раскрываются так немножко косая но мы ее поправим сейчас они у нас наберут влаги вот так немножко сейчас они какие-то некачественные наберут влаги потом остудит нас отправил их остужаться и будем ставить черенок смотрите как быстро она не набирает влагу это уже набрала влагу остаток воды и потом вылил не надо их катать то есть сложить катать чтоб они влагу набрали они прекрасно наберут влагу сами вот она уже набрала влагу хорошенькое можно ее выпечить остужать вот это тоже набрала влагу смотрите она уже влажненькой Но пусть еще доберет. Торфа таблетки, как и торф, очень быстро просыхает, поэтому перелить вы не сможете. Торфиные таблеточки остыли. Сейчас буду делать углубление и вставлять туда череночки. Я всегда делаю углубление. Вот смотрите, узел первый, вот узел второй. Первый узел я заглубляю, потом эта почка проснется и пойдет расти из-под земли. Как я вам показала, сейчас черенок в горшочке. Немножко прижимаем. Торфа таблетки вот этой филами вечно не понравились. Такие они рыхловатые. Так, давайте. Заглубляем, немножко прижимаем. Ну и вот эти. Все. Готово. И у меня вот такой боксик. Вот я утром черенковала, снимала в телеграм. Сейчас в этот боксик я их поставлю. Смотрите, длинноватый, надо укоротить. Смотрите, будет скапливаться конденсат. Я не проветриваю никогда черенки. Будет скапливаться конденсат с крышечки, падать сюда. И торф возьмет еще в лаву. Поэтому полив здесь будет не обязателен. Вот такой у нас детский садик получился. Закрыла крышечкой, подписала название. И все. Но еще раз хочу повторить, что ноябрь месяц не самый подходящий для черенкования. Не только гортензии и других культур. Лучше это делать, я люблю февраль, март, вот эти вот дни. Ой, тепло парит. После того, как корни дадут наши черенки, корешочки будут торчать из таблеточки. И можно будет их уже посадить в П9 горшочки. Если у вас есть отапливаемая теплица, лучше после того, как они укоренятся, отнести в отапливаемую теплицу. Там будет и подходящая влажность, и подходящая температура, и много света. Пока у гортензии нет корней, мы ничем не подкормим. Всегда укореняем в торфе. Спрашивают, можно в почвогрунте укоренить питатель? Нет, нельзя. Потому что для того, чтобы черенок дал корни, ему питание не нужно. Когда появляются у нас уже корешочки, тогда нужно питание нашим растениям. Эти гортензии я сейчас поставлю на подоконник. Желательно, конечно, подсветка. Подсветки у меня нет, и делать я не буду, потому что они скоро будут отправляться в другое место. Если у вас есть подсветка, да, желательно их подсветить. И температура должна быть 23-25 градусов. При закрытой крышечке там будет влажность, и не заведется никакой клещ. Если была полезная информация, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо, всем пока-пока.